Доброе утро! Рад новой встрече с вами, дорогие телезрители! Политрук в Рясе, Государевы Халуи, как меня только не называли в эти три недели после вечерней передачи по каналу ОНТ. Сейчас тоже говорят, он молчит, значит, оправдывает насилие и режим. Прежде чем обличать что-то или кого-то, я расскажу один случай. Готами раньше, много раньше, в одном белорусском городе жила семья. Ночью в дом через большую форточку на кухне проникли трое с газовыми баллончиками, кастетами и пистолетом. Все в масках. Многие люди потом мне пересказывали эту историю. Что и как происходило. Многозначительно что-то советовали. И все на основании слухов. Тогда не было интернета. Правда, мне иногда казалось, что они сами были участниками или соучастниками той страшной ночи. Уж больно много новых подробностей я узнавал от них. Нелюди пришли не за деньгами, как писали и пишут желтые газетенки доныне. Они связали руки женщине и мужчине и сказали. Ну что, делали доброе дело людям? Теперь будете за них отвечать. И стали мучить их. Женщина начала читать вслух 90-й псалом. Затем молитву. Да воскреснет Бог. И расточатся в рази Его. И добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня. Так, когда погибнут беси от лица любящих Бога. Тогда один из бандитов крикнул к хозяину дома и потребовал, чтобы он запретил ей беса Богом. Что она Бога бесом называет. А потом перепутал и повторил, что она беса Богом называет. Но она молилась. Ее задушили. Затем они обрушили красный угол. Зачем же бить иконы? Если вам надо, просто возьмите. Спокойно произнес батюшка. Лежа на полу. А нам иконы без крови и смерти не нужны, ответили молодчики. Тогда священник обратился с просьбой развязать руки, потому что они затекли и ныли. Первый пригрозил, мы их тебе отрежем. А второй добавил, нет, мы вначале перебьем позвоночник. И они начали на отмашь бить рукояткой пистолета по каждому позвонку и по лопаткам. Многие сейчас писали, что видели на спинах избитых ОМОНом людей кресты и синяков. Так вот, такой же зловещий крест был выбит на спине и у этого страдальца. Понимая, что это может быть последние минуты его земной жизни, он начал призывать в молитве святителя Николая. И тут на нелюдей напал непонятный страх. Они сбежали, бросив все. Какая-то сила поставила на ноги перебитого священника. На выходе открыла защелку в калитке, двери распахнула. Мой избитый отец очутился возле дома соседей. За него кто-то постучал в оконное стекло. Это быль. Не времени фашизма, как сравнивают некоторые сегодняшние факты насилия. Это случилось в Гомеле 26 лет тому назад. Теперь я скажу всем нам, пережившим реально или видевшим насилие по видео из интернета, слышавшим из уст знакомых и друзей, а те, в свою очередь, от своих знакомых, я не просто слышал или видел насилие. Я пропустил его через сердце и душу. Смерть матери и избиение отца священника. Его рассказ записан был мной на магнитную ленту. Мы с ним говорили ровно через сутки. В этот страшный час, когда их мучили, я был в Иерусалиме с делегацией. Митрополит Филарет освящал на гробе Господнем древко для будущего воссоздавшегося креста Ефросиньи Полоцкой. Служилась ночная литургия на гробе Господнем, и тут что-то повлекло меня к Голгофе, где по совету матери исповедовался. Там, стоя у распятия, рекой потекли слезы, чего никогда за собой не замечал. И появилась особая горячая молитва. Именно в это время в муках умирала мать и избивали и мучили отца. В моем синодике есть особые странички. В них вклеены листки из помянника мамы, написанные ее рукой. Она читала псалтирь и поминала и о покоении, и о здравии многих, просивших помолиться. Ее молитва продолжается до сих пор. Всем нам присуща естественная человеческая реакция на совершенное насилие. Отомстить, уничтожить, призвать к ответу. В руках, особенно девушек, в эти дни появились более жуткие аплакаты. Не забудем и не простим. И тогда, в то время разгула, беспредела в стране, моя душа тоже стала перед этим страшным вызовом отомстить за смерть, за мучения, стоять за правду и справедливость. Можно было сойти с ума от чудовищного насилия, совершенного в мирное время. Какой же выход? Скажу о своем духовном опыте. Меня спасла молитва. Чем больше я молился, тем больше понимал слова Христа. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. В моем сознании все ярче очерчивались слова апостола Павла. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, я воздам, говорит Господь. И так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти два отрывка из Священного Писания и молитвы за обижающих и гонящих стали моим ежедневным дополнением к молитве за ближних и дальних. «Побеждай зло добром! Не суди, но оставь суд Богу!» А что же сегодня? Обличая даже самвонов в храмах, мы часто прикрываемся Богом и Церковью, изречениями из Писаний забывая, что в политике и во всем, что с ней связано, нет моральной очевидности происходящего. Никто из нас, просто людей, не знает всей правды этой страшной битвы зла. «Так не собираем ли мы на свою голову уголья, когда обличаем? Или мы уверены, что знаем, что есть добро, а что зло, не оправдывая насилие?» Все же очевидно, скажут мне возмущенные, этот поп реально ничего не понимает. Приму аргументы, если скажете. Тогда не зло ли забирать у одного народа землю и отдавать ее другому народу? С нашей человеческой точки зрения не насилие ли это? Если да, то тогда Господь не прав, отдавая хананскую землю израильскому народу и делая ее землей обетование. А потому будем крепко помнить, что суд Бога страшен, если Он не захочет быть к нам милосердным. Мы не знаем, каков этот суд. Он может оправдать разбойника, а священника обличить. Вспомним Евангелие. Толпа, которая кричала «Распни Иисуса!» была обманута и обижена по ее разумению. Она поверила в Мессию, как в царя. Она хотела вернуть суверенитет своего царства. А Христос оказался Владыкой Небесным, пообещав царствие, которое не пощупать, не увидеть, не понять. И что же? Обиженная, разгневанная, подкупленная фарисеями толпа убила Сына Божий. по ее мнению, за правду. Но у Бога была своя правда. Какая же она была? Воин-сотник по имени Лонгин, выполнявший приказ сторожить голговские кресты, страж правопорядка того времени, сотрудник силовой структуры диктаторской власти, де Юрия, распявший Христа, стал святым. Он понял, кто на кресте. А народ, народ, который отверг Царство Божие, ради своей правды был рассеян по миру, оставшись без Родины. Так где мы? С кем мы? Без Христа, без Бога мы теряем уже не только подобие Божие, но и свой человеческий облик. Я говорю о каждом из нас. Мы уже не знаем, что такое любовь, преданность, терпение, вера, надежда, смирение, послушание, уважение друг к другу, толерантность. Ведь мы не нашли слова, чтобы уберечь друг друга от беды. Мы раскопали все наши обиды. Мы поссорились с родителями и друзьями. Мы стали угрожать друг другу. мы были неблагодарными. Мы продались за 30 сребреников. Мы захотели мести и власти. Теперь мы немирные люди. Нам поэтому стыдно слышать наш гимн. Должно быть стыдно. и поэтому нам так хочется вместо него слушать могутный Божия и думать о собственной праведности и своей справедливости. Наши аргументы пропитаны злобой часто и с одной и с другой стороны. Вместо противостояния мирного и немирного в это время, в эту минуту мы все должны поблагодарить Бога, что не пролилась большая кровь. А ведь именно она так нужна была для дальнейших манипуляций нами. Мне шлют сообщения, все требуют обличения. Мой ответ прост и понятен. Призываю всех к молитве и покаянию. Зачитаю один из откликов на этот призыв. Пишет бывший алтарник веренного мне прихода. Сейчас он учится в другой стране. Алтарник, который также поначалу пытался меня убедить, что церковь обязана сказать свое обличительное слово. Вот что он написал потом. Меня больше всего ужасает то, насколько убедительно может быть манипуляция. Насколько герметична мировая картина революции, в которую погружаешься с первого мгновения, стоит только открыть соответствующий телеграм-канал. Одно мгновение и человек в параллельной реальности со сказочно благородными протестующими и чудовищно жестокими силовиками. И как непривитивен этот взгляд, он поражает мнимой очевидностью древнейший рефрен, бьющий в самое сердце. Смертью не умрете, будете аки боги. Простите, что пишу очевидные вещи, просто я в ужасе от того, сколь близок край погибели. если мы продолжим обличать друг друга, то раскол будет множиться. Если мы предпочтем политические акции даже под благородными лозунгами мира и добра, молитвы за Беларусь и заменим ими настоящую сердечную молитву, Господи, помилуй мя грешного, много тебе согрешившему введении и невведении, мы уподобимся Гадаринскому стаду, несущемуся в пропасть. Сейчас во всем мире идет война за ценности. Уничтожаются традиционные, в которых человек рассматривается как участник божественного мироздания и возводится к Богу. Вместо них навязываются придуманные. ограничивающие человека уровнем его сознания и потребностями. Эти ценности рождены в умах людей, которые Богу противятся, а значит и человека не любят. Их изочеренная тактика выдает правду за ложь, мнимое за истинное. они убеждают, что только они говорят правду. Следует сказать себе стоп. Остановиться в своем обличении кого бы то ни было. Видимо, лучший патриотический поступок сейчас для каждого из нас. Сегодня промолчать тоже поступок. пусть разоблачают и обличают следователи, судьи, эксперты и совесть. Нам же нужно помнить, что прежде чем радоваться тому, что добро побеждает, стоит убедиться в том, что зло это не мы. , recurrent и спин это не упомяка, что свет на л